Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы обратимся сейчас к третьей главе послания апостола Павла к филиппийцам. Третья глава, как и, впрочем, и первая, и вторая, содержат совершенно поразительные и чрезвычайно важные для нас с вами мысли апостола Павла. Начинает он со слов о том, что «Братья мои, радуйтесь о Господе!» Писать о том же самом снова и снова для меня, говорит апостол, не тягостно, для вас назидательно. Значит, для него это такой рефрен, который повторяется во всем его служении, во всем его благовествовании, во всем, что он пишет. «Радуйтесь о Господе!» Он пишет людям с довольно трудной жизнью. Он пишет людям, которые, в общем, существенно рискуют гонениями, неприятием окружающих, сложными какими-то отношениями и внутри даже собственной общины. И вовсе эти люди никакие не богатеи, по жизни успешные. В общем, все трудно. И когда он пишет в предыдущей главе о том, как Христос уничижил себя и смирил себя, приняв образ раба, он дает возможность в каком-то смысле своим читателям увидеть в Иисусе уничиженному и смирившим себя, в каком-то смысле самих себя, потому что они тоже люди не особо возвышенные и весьма и весьма смиренные. Но все-таки он говорит, радуйтесь о Господе, радуйтесь о том, что Иисус есть, радуйтесь о том, что Иисус умер на кресте и воскрес, радуйтесь о том, что благодаря Иисусу Христу в вас Бог производит и хотение, и действие. Вот это чрезвычайно важный вывод того, что Павел выше во второй главе говорил о том, что это такое со страхом и трепетом совершать свое спасение. Вот он говорит, самое главное, впрочем, радуйтесь о Господе, когда вы почитаете других выше себя, когда не о себе каждый заботитесь, но каждый о других, когда вы все делаете без ропота и сомнения. Вот радуйтесь о Господе, потому что это путь за Христом. Дальше Павел в начале третьей главы обращается к теме иудействующих, которая, очевидно, совершенно была важна для апостола. Напомню, что за ним ходили люди, христиане из Иерусалима, из иерусалимской христианской общины, которые из, ну, в общем, корыстных побуждений для того, чтобы именно в Иерусалиме иудео-христианская община не вызывала нареканий со стороны Синедриона, старались и все остальные христианские общины по всему миру причесать под одну иудейскую гребенку. Это не были фарисеи, это были христиане. Они это делали для того, чтобы живущих в Иерусалиме христиан не обвиняли в том, что они выходят, так сказать, за рамки веры отцов. Ну вот, для апостола Павла это была очень важная тема, потому что эти люди ходили за Павлом буквально из общины в общину. Стоило ему уйти, как приходили вот эти самые иудействующие всем, и всех принуждали, ну, или призывали обрезываться. И для Павла это было очень горько, с одной стороны, с другой стороны, действительно, серьезным искажением того, что он говорил. Было ли это так актуально для христиан Филипп, сложно сказать. По-видимому, если там и были такие проповедники после Павла, то, скорее всего, немного, недолго и не были приняты с распростертыми объятиями, скажем так. Тем не менее, апостолы обращаются к этой теме. Все-таки, может быть, чтобы предупредить филиппийцев и говорит, вот опасайтесь, опасайтесь обрезания, опасайтесь псов, злых делателей. Надо сказать, что, конечно, выражения это он использует довольно жесткие. И здесь, и дальше, снова обращаясь к этой теме в этом послании. Но для современного читателя важно вот что. Он говорит о том, что мы обрезание, что обрезание – это мы, служащие Богу Духом, хваляющиеся Иисусом Христом. Понимаете, для апостола ведь обрезание, собственно, не столько ритуальное действие, сколько знамения Завета, Завета с Богом, Синайского Завета, которое люди с Богом заключают. Все, кто являются участниками этого Моисеева Завета с Богом, принимают вот это самое обрезание. И в этой фразе, теперь произносимой им, потому что обрезание, настоящее обрезание подразумевается, это мы, служащие Богу Духом, хваляющиеся Иисусом Христом. Вот апостол Павел говорит, если хотите, о том, что такое Новый Завет. Что значит быть участниками Нового Завета, членами Церкви, учениками Иисуса Христа. Вот что это значит. Служить Богу Духом, Духом Божьим, Духом Его Любви, Духом Его Смирения. И хвалиться Иисусом Христом, не на плоть надеясь, надеясь не на то, что у меня есть заслуги или какие-то природные преимущества, а хвалиться тем, что Иисус так возлюбил нас, и Отец так возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, и что Иисус умер за нас и воскрес. Вот таким образом, я бы даже сказал, без специальной задачи такой, почти вскользь, апостол Павел предлагает читателю чрезвычайно важную формулировку того, что такое Новый Завет. Дальше он пишет о том, что, ну, в конце концов, я-то, говорит, апостол, у меня есть чем хвалиться, я могу надеяться на плоть. Он говорит о том, что он там иудей, правильный по закону, обрезанный восьмой день из колена Вениаминова, просто отличник боевой и политической подготовки. Вот, по учению фарисей и так далее, по правде законы непорочные. Три стиха, четыре, занимают это вот его перечисление своих, казалось бы, заслуг, похвалы и достоинств. А дальше апостол говорит, ну, вообще-то это все мусор. Вот это вот все ради преимущества познания Иисуса Христа, ради превосходства познания Христа, я счел тщитою, почел засор. То есть апостол, ну, на своем примере, да, он, собственно, рассказывает, в данном случае свидетельствует о себе отчасти, чтобы дать возможность читателю подражать ему. Да, он говорит, что вот все то, что другой на моем месте считал бы преимуществом, что для меня было преимуществом, действительно, было, потому что все, что Павел перечисляет, это все так и есть, он действительно, и там исполнитель закона, и искали на Вениамину, и прочее, прочее. Но вот говорит, ради познания Иисуса Христа «Я от всего этого отказался, и все почитаю за ссор, чтобы найти Христа». Как и в первой главе Павел говорит, что он отказывается от всего для того, чтобы эта встреча, познание Иисуса Христа произошло. для него единственное, что по-настоящему важно, это приобрести Христа, как наш перевод говорит, или найти Христа, и найтись в нем, может быть, проще было бы сказать, оказаться в нем не со своей праведностью, не с тем, что я там достиг или не достиг, а с той праведностью, которая через доверие Христу. Чтобы познать его и силу воскресения его, и участие в страданиях его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Одним из, это одна из первых, и очень важная попытка христиан сформулировать вот эту логику, найти встречу с Богом, узнать его, найтись в нем, то есть действительно быть, пребывать в Боге, жить в Боге, доверяя ему, доверяя тому, что Христос действительно Иисус, слава Бога Отца, познать, найти силу его воскресения, вместе с ним страдать, и свои страдания в этой жизни, как Павел в тюрьме, считать участием в его страданиях. И даже страдания апостола, это тоже не его заслуга и достижение, а это страдания Иисуса, рядом с которыми находится Павел, сообразуя смерти его, как он отдает свою жизнь, чтобы достичь воскресения из мертвых. Да? Встреча с Иисусом, путь за Иисусом, смерть вместе с Иисусом и достичь воскресения мертвых. Это такая очень масштабная, я бы сказал, картина христианской жизни, которую здесь предлагает Павел своему читателю. А дальше он говорит о достижениях еще одним важным очень способом, если так можно выразиться. Он говорит о том, что я-то сам не то чтобы прямо достиг, говорю так не потому, чтобы я уже достиг или стал совершенным, но стремлюсь, не достигну ли и я. Таким образом, вот он предлагает увидеть, знаете, как бег к финишу, бег к заветной цели. В других местах апостола Павла посланий он тоже этот образ использует. Значит, он предлагает увидеть жизнь христианина не как достигнутые результаты, когда ты там накопил достоинство, хвастаешься и хвалишься, но вот как устремленность, движение за Христом, движение к тому, чтобы встретить Иисуса, чтобы жить вот так, как апостол говорил нам, каждый, почитая другого высшим себя. вот этот бег к заветной цели не так важно, оказывается, для апостола, сколь многого кто на этом пути достиг и как далеко убежал. Про себя самого он говорит, я тоже не могу сказать, чтобы прямо добежал и достиг. Но для него важно, куда направлено это движение, чтобы это движение действительно было ко Христу. И я стремлюсь, не достигну ли его, стремлюсь добежать так, как достиг меня Христос Иисус. И это тоже, на самом деле, совершенно потрясающая картина. Павел говорит, я устремляюсь за ним, чтобы добежать до него, добежать до встречи с Богом. Но Бог меня уже догнал. Бог со своей стороны меня уже догнал. Достиг меня Иисус Христос. И вот поэтому, говорит апостол, я, забывая заднее, простираюсь вперед и стремлюсь к цели, к почести звания Божьего во Христе Иисусе. Стремлюсь к цели. И апостол предлагает этот образ мыслей принять своему читателю. Он говорит, кто из нас совершен, так должен мыслить. А дальше, это вторая половина 15 стиха, апостол говорит потрясающую совершенно вещь, которую тоже, у меня впечатление, что современные христиане целенаправленно и успешно забыли. Он говорит, если же вы о чем иначе мыслите, то и это вам Бог откроет. Понимаете, мы привыкли думать, что если кто-то от нас отличается, думает что-то другое, о чем-то иначе мыслит, с чем мы не согласны, или с нами с чем-то не согласен, то такому человеку нужно скручивать руки, каленым железом его переубеждать, всячески угнетать и заставлять думать так, как мы, а не иначе. Вот это вот единомыслие, в отличие от единодушия на самом деле, вот эта единомыслия отказалась для нас чрезвычайно ложным идолом. Идолом. Никто не может думать никак по-другому, все должны одинаково, стройными рядами, как один из детьми. И это касается абсолютно всего. В восприятии современных христиан догматических взглядов, обычаев, аскетических моделей и так далее. Причем это касается абсолютно любых христиан самых разных. А Павел предлагает по-другому увидеть все. Он доверяет тому, что Бог вот этих вот людей, вот этих филиппийцев, к которым он обращается, Бог держит в своей руке. И это Бог, а не Павел. Их вразумляет, вдохновляет, направляет. Поэтому Павел говорит, что ну вот мы это с вами поняли, так надо жить. А если вы о чем-то думаете по-другому, если вы о чем иначе мыслите, ну, значит, в свое время Бог и это тоже вам откроет. То есть он не говорит, если вы о чем иначе мыслите, значит, вы дураки, еретики, вредители, нет. Ну, хорошо. Я доверяю тому, что Бог вашим сердцам прикоснется и откроет вам то, о чем вы думаете иначе. И вот это доверие, понимаете, доверие тому, что люди в руках Божьих, и Бог не выпустит их, никто не похитит нас из его руки. Это доверие Павла потрясающе важный пример для нас сегодня. Если бы мы могли так думать, насколько легче было бы нам быть вместе с теми, с кем мы не во всем и не всегда согласны. Совершенно по-другому вообще были бы устроены наши христианские отношения и церковные свидетельства. Впрочем, дальше в 16 стихе Павел добавляет, что, но если уж мы что-то поняли про Бога, до чего мы достигли, до чего добежали, вот так и надо думать и по этому правилу жить, не изменяя себе, будучи действительно верными самим себе и цельными личностями. И вот поэтому апостол говорит, подражайте мне и смотрите на тех, кто поступает так, как я, а не на этих пропагандистов иудейского закона, которые поступают так, как враги Христа Христова. И в конце, в самых последних стихах этой главы апостол говорит очень важные вещи. Он говорит, гражданство наше на небесах, наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа Иисуса Христа. Он предлагает своим читателям, если хотите, видеть себя в этой жизни, в этом мире, как временных мигрантов. Наше жительство на небесах, говорит апостол Павел. Мы оттуда ожидаем Спасителя Иисуса Христа, говорит он. И мы на самом деле Его своим Господом имеем, а в этом мире пребываем, принимая при всем том первенство небесного закона. Мы подданы небес, говорит апостол. И он говорит о том, что Христос, наше уничиженное тело, когда придет, преобразит силой своей любви, которую он действует и покоряет себе все. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...